МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И не только. В библиотеке имени Пушкина провели творческо-игровой микс ко дню науки. Далее расскажем обо всем подробно. Сараб с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Денис Москвин. Парламентарий прогулялся по новой набережной. Побывал на стройке детской поликлиники на улице Чапаева. А также провел личный прием граждан и пообщался с представителями средств массовой информации. Подробности далее. Детскую поликлинику в Сарове сдадут не раньше 2022 года. С таким заявлением выступил Денис Москвин во время визита в наш город 5 февраля. Вместе с главой города Алексеем Сафоновым Денис Павлович посетил проблемный объект. Напомним, стройку заморозили этой зимой. И пообщался с представителями клинической больницы номер 50. Старую поликлинику сремонтировали. Временно альтернативные здания. Там ни физиокабинетов, ничего пока у нас с вами нет. Стройка остановилась. Площадь будущей поликлиники 8 тысяч квадратных метров. Из федерального бюджета на ее строительство и закупку оборудования заложено более 1 миллиарда рублей. Сдать должны были летом 2021 года. Но все замерло на уровне фундамента. Как заверил Денис Москвин, проблемы занимаются и на региональном, и на федеральном уровне. Абсолютно уверен, что сейчас все те сложности организационные, которые возникли у ФМБА, как у основного заказчика, объект это, повторюсь, крайне чувствительный, важнейший. И задача абсолютно всех органов уровней власти, и муниципальной, и региональной, и федеральной, сделать все возможное для того, чтобы он как можно скорее появился качественным. Потому что без этого объекта сложно себе представить улучшение медицины в городе Саров. Также во время визита депутата речь в очередной раз зашла о ФОКе. Напомним, его обещали построить еще при губернаторе Шанцеве. Но сроки каждый раз сдвигали. Сейчас вообще конкретных дат никто не решится назвать. Пандемия внесла коррективы, денег в бюджете региона на все не хватает. Потребность и необходимость строительства объектов в Сарове признана главной внутри Нижегородской области. Это должно означать, что первый ФОК, который будет строиться за бюджетный счет, будет и должен быть построен в Сарове. По крайней мере, именно такие пояснения мне дали в Министерство спорта на Нижегородской области. Присутствующий на встрече Алексей Сафонов рассказал, что администрация Сарова подготовила обращение к губернатору по поводу строительства ФОКа. Так что, возможно, в скором времени дело сдвинется с мертвой точки. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Еще больше российских семей смогут улучшить свое материальное положение благодаря государственной поддержке. Такие меры предусмотрены планом основных мероприятий в рамках десятилетия детства, которые утвердил Михаил Мишустин. Документ рассчитан на ближайшие 7 лет и содержит 129 мероприятий, в том числе здоровье детей, их благополучие, качество жизни, развитие, воспитание и обучение. В частности, предлагают упростить процедуру получения мер господдержки родителям с детьми. Так, к 2027 году 75% таких семей должны получить возможность оформлять все пособия льготы на основании одного заявления, без каких-либо дополнительных документов. Также в планах на ближайшие годы увеличить размер выплаты детей от 3 до 7 лет, развивать программы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям, расширить возможности социальных контрактов. В области здравоохранения большое внимание уделили поддержке детей с онкологическими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Планируют повысить доступность и качество оказываемой им медицинской помощи. Для этого будут создавать детские реабилитационные службы и увеличивать количество специалистов, помогающих таким пациентам. В сфере образования и всестороннего развития также планируют провести большую работу. К 2027 году до 80% детей от 5 до 18 лет будут заниматься по программам дополнительного общего образования. В этом году, согласно плану, региональные центры по работе с одаренными детьми создадут в 17 российских регионах. Театры будут ставить для ребят еще больше спектаклей. А кинопроизводители будут выпускать по 10 детских фильмов и мультфильмов ежегодно. Подробно с официальным документом можно ознакомиться на сайте правительства России. Около 16 километров дороги Ордатов-Дивеева отремонтируют в Нижегородской области в этом году. Об этом сообщили в прислужбе губернатора и правительства региона. Глава региона Глеб Никитин рассказал, что развитие транспортной инфраструктуры в этом районе важны для проекта паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивей-Васаров», который реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство России приняло решение перенести всероссийскую перепись населения на сентябрь в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией. Новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Это сохранит необходимую периодичность, обеспечит сопоставимость, точность и корректность полученных данных для анализа на национальном и международном уровне. В лифтах будут устанавливать обеззараживающее оборудование. Стандарт разрабатывает Ассоциация «Российское лифтовое объединение». Производители оборудования хотят включить в ГОСТ два главных направления по обеззараживанию оборудования – дезинфекцию воздуха и поверхностей. В лифтовых кабинах планируют монтировать рециркуляторы и бактерицидные лампы. Они помогут снизить риск заражения пассажиров коронавирусной и иной инфекцией при пользовании подъемниками. На 11 межрегиональных маршрутов из Трегино выделят субсидии. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. В этот раз субсидируемыми направлениями станут Самара, Саратов, Новый Уренгое, Волгоград, Пермь, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Астрахань и Геленджик. По восьми из них полеты уже выполняются. В 2020 году в период софинансирования маршрутов правительством Нижегородской области перелеты через международный аэропорт Стрегино совершили более 80 тысяч пассажиров. Февраль в Нижегородской области будет морозным и снежным, но аномальных холодов не ожидается. Температурный фон в феврале будет в пределах климатической нормы – минус 8, минус 10 градусов. При этом осадков будет больше, чем обычно. Основное похолодание нижегородские синоптики прогнозируют к пятнице. Температура начнет понижаться и к выходным дням преобладающий фон составит минус 20, минус 25 градусов. Ночью – минус 15, минус 20 градусов днем. Это ниже многолетних значений на 9-11 градусов. Волна холода на некоторое время задержится в Нижегородской области. Она коснется и начала следующей рабочей недели. Привитие от коронавируса 60-70% населения России к началу второго полугодия, либо к концу лета. А потом можно будет снимать и значительную часть ограничений. Об этом заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он добавил, что проведение вакцинации от коронавируса не отменит соблюдение социальной дистанции и ношение масок, поскольку пока еще иммунитет сформировался не у достаточного количества людей. Между тем, столицы региона начинают снимать ограничения. Заболеваемость в Москве снизилась до минимальных 2000 случаев за сутки. Идет вниз и федеральная статистика. Такое замедление распространения вируса по Москве и России позволило властям начать снимать некоторые ограничения. Сейчас в Москве, по сути, действует разве что масочный и перчаточный режим. И ограничения на проведение массовых мероприятий. Практически все остальные ограничения уже отменили. В силе и рекомендации для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Постепенно снимают ограничительные меры и регионы. Санкт-Петербург, Астраханская, Брянская, Иркутская области, Башкирия. В Нижегородской области стартовал акселератор проектов. В рамках программы подростков и молодых людей научат готовить проекты и защищать их. В этом году акселератор проектов пройдет в двух форматах. Сессия онлайн проектных школ и неделя личных консультаций. В Сарове молодежь активно включилась в проектную деятельность. Волонтеры городского клуба «Инсайт» уже провели мозговой штурм. Ребята из клуба волонтеров «Инсайт» старательно шелестят ручками. Идет мозговой штурм. За три минуты каждый должен накидать перечень проблем, которые сегодня стоят перед городом. Отсутствие классов, где можно посидеть с ноутбуком в окне между уроками. Нехватка интересных ивентов. Проблемы с транспортом, когда непонятно на чем ехать и сколько придется ждать на остановке. Этим не только можно, но и нужно заниматься. Тем более сейчас, когда добровольчество в стране переживает настоящий ренессанс. 22 февраля стартует региональный конкурс «Акселератор проектов», где люди от 14 до 35 лет могут научиться делать проекты. А сейчас мы собрались с клубом «Инсайт», чтобы тоже разработать свои идеи, проработать проблемы, которые нас волнуют, и, скажем так, поучаствовать тоже активно в этом акселераторе проектов. Основная цель «Акселератора» – научить волонтеров готовить проекты под ключ. Разобраться со всеми тонкостями этой работы им помогут региональные эксперты и молодежные тренеры. Они обучат ребят проектному менеджменту, навыкам очной защиты. Расскажут о том, как грамотно подать заявку на грантовые конкурсы любого уровня в плейдовсе российских. А пока с формулой успеха ребят познакомила руководитель Муниципального ресурсного центра добровольчества Ульяна Нагарнюк. По ее словам, хороший проект должен соответствовать нескольким ключевым параметрам. Он должен быть актуальный, реализуемый, и он должен быть важен, в первую очередь, для своей команды, для каждого человека, который работает над этим проектом, иначе идеи не будут настолько его цеплять, чтобы хватало, скажем так, силы человека доработать этот проект до конца, терпение проявить его, инициативу, чтобы продвигать его во все конкурсы. Предложить свою инициативу на «Акселератора» проектов может каждый соровщенник не моложе 14 и не старше 35 лет. Это можно сделать на официальном сайте «Автоматизированные информационные системы молодежи России». Заявки будут принимать до 10-го числа. Со своей стороны, Муниципальный ресурсный центр добровольчества готов оказать всю необходимую помощь и поддержку. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. День неандертальца отметили в детской библиотеке имени Пушкина. Маленьким посетителям рассказали, что известно об этих древних людях, их изобретениях, и привели творческие мастер-классы. Мероприятие приуречили ко Дню российской науки. Подробности далее. День неандертальца. Или кто придумал первый необычный творческий игровой микс? В преддверии Дня науки подготовили для своих читателей сотрудники отдела отрочества детской библиотеки имени Пушкина. Тема выбрана не случайно. Немногие знают, что привычные для нас вещи и предметы, которые мы используем каждый день, придумали неандертальцы. Об этих удивительных изобретениях и шла речь на встрече. Для меня тоже было открытие. Это иголка с ушком, которую неандерталец изобрел, наблюдая за костями рыб. И еще каши, наши повседневные, ежедневные каши, которые мы едим. Именно первобытный человек начал их варить крупу в котелке. А еще неандертальцы использовали заплесневелый мох в качестве своеобразного антибиотика для заживления ран. И придумали клей на основе пчелиного воска. Кстати, наскальная живопись – это тоже изобретение неандертальцев, а не кромангельцев, как думают многие. И наскальной живописи был посвящен один из мастер-классов, который придумали библиотекари. На одной из площадок ребята могут перевоплотиться в первобытного художника и изобразить какой-то свой, можно свой наскальный рисунок, либо уже по намеченному какому-то плану. А там они делают копье из бумаги своими руками. Максим Кузьмин – частый гость и помощник библиотекарей. Он участвует в различных акциях и мероприятиях, которые ежемесячно проводит Пушкинка. Несколько раз в неделю мальчик спешит туда, чтобы поменять книги или просто приятно провести время в теплой компании. Во-первых, я сам не знал об этом дне, что 4 февраля – день неандертальца. Я уже успел сделать копье и нарисовать наскальные рисунки. Я узнал, что человек много чего изобрел, такие как, например, копье, рубило и так далее. Творческая площадка, посвященная изобретениям неандертальцев, будет работать в Центральной библиотеке Мини Пушкина до 13 февраля. Для лиц старше 6 лет. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Их называют все знайками, умниками, доками. Они прекрасно начитаны, постоянно занимаются самообразованием. 5 февраля у этих людей неофициальный праздник – День эрудита. О том, как развить свою эрудицию и стать интересным собеседником, наша съемочная группа спросила у саровчан. Эрудит – это образованный и всесторонне развитый человек, который много знает и грамотно говорит. Эрудированный человек постоянно занимается самообразованием. А можно ли развить свою эрудицию и что нужно для этого делать? Знаете, кто такие люди-эрудиты? Догадываюсь. А кто это? Все знающие. А это скучные люди, нет? Нет, наверное. А как развить эрудицию? Читать надо и думать. Ну, в принципе, это мой обычный день. Я читаю книжки серьезные и готовлюсь к работе. Значит, вы эрудит. Спасибо. Да? Согласен, да. Согласен? Согласен. Здорово, мы нашли эрудита. Володь, ты знаешь, что это? Мы не знаем, мы не знаем. Наверное, много читать, узнавать что-то новое постоянно. А как вы считаете, эрудированные люди скучные? Да вряд ли. Ой, это я не знаю, девочки. Как развивать эрудицию? Ну, наверное, больше читать. Что? Загадки. У ваших знакомых есть эрудированные люди? Есть. Ну, рассказывать про всех просто ни времени, ни сил. Вот, есть, которые достигли определенных высот. И судьями работают, и всеми работают. Есть умные. Знаете, как развивать эрудицию? Да, конечно. Так. Больше читать книжек. Больше думать. Честно? Нет. Читать. Читать что? Ну, умные книжки. Нет. Газеты сейчас, не знаю, наверное, никто не читает. Ой, я этого не знаю. Больше развиваться. К ней читать. Читайте разную литературу, смотрите научно-познавательные фильмы, занимайтесь самообразованием, развивайте свою эрудицию. И вашим обществом будут дорожить. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова